То есть, сегодня выяснилось, что я сладкоежка. Несмотря на то, что я уже с конца 2016 года не ем вообще ничего, где добавлять сахар. Ну, кроме, конечно, вот этой коронавирусной изоляции, когда у меня не было выбора. Мне приходилось на завтрак есть всякую гречку там с сахаром и вообще много всего с сахаром. Запеканку, например, тоже с сахаром. Но, что я хочу сказать, что вот сегодня я опять не пошел в магазин ни в какой. Почему? В последний момент вечером я просто подумал, что а почему я должен все время есть фрукты? Причем одинаковые, прямо постоянно. У меня целая мусорка забита мусором из-под фруктов. И я подумал, что ну что это такое? Это какая-то зависимость. И да, у меня есть зависимость. То есть мне не хватает чего-то сладкого. Потому что я не поел ничего сладкого. Получилось так. Ну, еда у меня как бы еще была кое-какая. Ну, уже не очень праздничная. Но какое сегодня число? Сегодня еще праздник. Я даже спрашивал у охранника, надо еще поздравлять с Новым годом? Он говорит, ну да, можно. Я думаю, ну сколько можно-то? Ну, и в общем поздравлялись. А, еще, кстати, надо будет некоторых людей поздравить, если еще можно. Вчера я забыл рассказать достаточно существенную новость, которая для меня очень необычная. Я где-то в видео в Ютубе мне посоветовали, что делать, когда приобретаешь новый телефон. И там какие-то такие вот советы, как перекинуть информацию. Я, конечно, начал пытаться там через какой-то гугл, не гугл и что-то такое. Я начал это у себя открывать. И мне там сразу пишут, у вас похищены пароли, у вас там все так опасно, какие-то красные восклицательные знаки. Я испугался, я начал на это на все нажимать. Вообще забыл, зачем я этот гугл открывал. И открываю, а у меня ничего не срабатывает, никакие программы не срабатывают, чтобы изменить пароли. Что-то перескакивает. Пароли я никаких не помню. Это был какой-то кошмар. Но в итоге я пересмотрел это видео, и оказывается, я не туда даже нажал. То есть надо было в настройках смотреть какую-то эту резервную копию. А я смотрел в настройках гугла, гугл, есть ли там какие-то эти копии, в общем, копии. И, в общем, я решил, что у меня все нормально с телефоном, он вроде как автоматически делает какие-то резервные копии. Но, кстати, кое-что интересное, даже очень интересное было. Там посоветовали воспользоваться правами разработчика. То есть заняться правами разработчика, а обрести права разработчика. И сделать так, чтобы не было анимаций. Потому что у меня старый уставший телефон, который перегревается вообще там, если на него моргнешь. И он еще какие-то из последних сил анимации прорисовывает. Ну вот я в таком своем сознании это представил себе. И я отключил эти анимации. И, кажется, мне это помогло. Он начал просто работать быстрее. Раз, как-то все так нажмешь, и открылось. То есть это была очень хорошая новость, на самом деле. По поводу моей борьбы за 20 рублей в месяц, мне так ничего и не пишут. То есть я теперь просто... Вот я написал, пожалуйста, пожалуйста. Сделайте мне так, как обещали. И все. И мне больше просто ничего не отвечают. Но плату снимают, и вроде бы... Вроде бы работает пока что. Но плату такую же снимают. Они не стали, например. Я чего боялся? Что они меня отключат или еще дороже сделают. Знаете, как это? Где же это было-то? Вчера в мультике, по-моему. Или позавчера. Позавчера где-то в мультике было такое, что... Сошьешь 50 рукавиц. И она так... Но! И она... И она... Сто рукавиц. И она так... Вот. И я боялся, что будет то же самое, что... Сделайте на 20 рублей дешевле. И они так... Еще на 20 рублей дороже. Или что-нибудь такое. В общем, я этого боялся. Но пока что они вроде бы то же самое снимают. Оказалось, что я очень ждал новых видео от человека, который плавал в океане. И главное, что я вижу, что эти видео старые. Но он, видимо, их сейчас монтирует, где-то сидит и выставляет там. И мне было вот как бы... Ну так, нормально. Нормально. Но я был очень рад, что появилось. Это было неожиданно. Еще бы смотрел фильм, который я выбрал очень необычным способом. Я все не знаю, какой мне фильм посмотреть, где мне его выбрать. Я смотрю в этих эстесах всяких. Ну, в общем, по телеку как бы... В программках название фильмов. И... Что-то мне там вообще ничего не интересно было. И тут вот, казалось бы, какой кошмар. Реклама. Реклама. Перебивает какое-то видео, которое я хотел смотреть. И... Там реклама фильма оказалась. Я смотрю, ой, красиво. И, ну, какие-то звуки. Ну, не музыка, но звуки. Ну, получается, что музыка, да, к фильму какая-то. И все мне прям понравилось так в рекламе. И я начал смотреть этот фильм. Называется «Темное наследство», по-моему. 2020 года. И... Мне прямо очень понравился этот фильм. Я прям даже не могу ничего в него отметить, кроме странного тренда в последнее время. Эмоциональных сцен. То есть, не то, что эмоциональных каких-то сцен, а вот просто проявление каких-то эмоций. И это вот в период какого-то времени показывает. Вот раз проявление эмоций. И вот просто показывает проявление эмоций. Вот, например, что-нибудь такое. То есть, вот в течение какого-то времени... Что делать? Я окривляюсь, да? Ладно. Там не так было, на самом деле. Ну, просто вот проявление эмоций в течение какого-то времени. Это меня удивило. Я раньше, может быть, на это не обращал внимания просто. То есть, без сюжета, без... Без взаимодействия каких-то героев между собой. Но фильм мне прямо очень понравился. И, наверное, всё. Уже я сказал намного больше, чем происходило. Ну, я пока. Спасибо.